День памяти и скорби Турция и Египет закрыты и во сколько обойдется такой отдых? Смех как лекарство. Посмеяться от души предлагают тем, кто перенес тяжелое заболевание. В эти минуты центр города перекрыт в связи с репетицией Парада Победы. До 10 часов вечера на площади Ленина военные будут отрабатывать синхронность движения пеших колонн и наземной техники. Также участие в параде 9 мая примут истребители и вертолеты. Сегодня днем летчики провели тренировку в небе над городом. Над площадью Ленина пролетели 4 транспортно-штурмовых вертолета Ми-8. Их еще называют терминаторами. 4 боевых вертолета Ми-24 и 2 истребителя-перехватчика МиГ-31. Воздушная часть парада длится буквально считанные минуты, но дух у зрителей захватывает всегда. Главные моменты праздничных торжеств обсудили и утвердили. 8 и 9 мая по улицам города пройдет бессмертный полк. Велосипедисты проедут километры Победы, а на монументе славы зажгут традиционную свечу памяти. Пройдет и полюбившаяся горожанам акция «И город узнал о победе». Только состоится она вечером 8 мая на площади Ленина. Там же 9 мая военный парад. В нем примут участие 1600 военнослужащих и 55 единиц техники. Новинкой этого года станет участие в параде зенитно-ракетных систем С-400. Также рассматривается вопрос о проезде в парадном строю легендарного танка Т-34. А в небо поднимутся боевые самолеты и вертолеты. Особое внимание городские власти обращают на соблюдение мер безопасности. Органы правопорядка будут работать в усиленном режиме, а также на информированность населения. Ведь праздничные события пройдут во всех районах города. В такой, может быть, не юбилейный, но все равно для нас очень знаковый год, пытаемся больше уделить, наверное, душевных сил. И все мероприятия направлены на то, чтобы именно горожане, жители нашего города, могли больше принять участие в различных акциях. То есть мы делаем больше ставку не на зрелищность, а на содержание тех мероприятий, которые мы проводим. 22 июня исполнится 75 лет со дня начала войны. В городе к этой дате планируется провести международный форум мира. В День памяти и скорби будет дан старт необычной акции – эстафете патриотизма поколений. Об этом сегодня шла речь на личном приеме мэра. Анна Гурьянова расскажет подробнее. Эстафета патриотизма поколений стартует в день начала войны, а завершится 9 мая, 4 года спустя. Акция будет длиться 1418 дней. Столько же, сколько шла Великая Отечественная война. В рамках эстафеты пройдут уроки мужества, встречи с ветеранами, выставки. Будут опубликованы неизвестные ранее документы из архивов. Передается эстафета героизма, патриотизма, любви к Родине. От тех, которые погибли и которые с портретов смотрят, ну не то что с укором, но с надеждой на молодежь, на своих детей, на внуков. Эту акцию поддержит муниципалитет, заверил Анатолий Локоть. На прием к мэру сегодня пришел участник Великой Отечественной, военный журналист и писатель Петр Моряков. Ему 102 года, и он до сих пор пишет книги о войне и о мире. Для издания поэтического сборника ветерану не хватает средств. Анатолий Локоть обещал помочь, ведь такие книги нужны новосибирцам. Чего только не было на моей памяти. Если взять военные годы, я сам подвигов не совершал, но зато я писал о тех, кто совершал подвиги. Сейчас в Новосибирске проживает почти 16 тысяч ветеранов Великой Отечественной. Полторы тысячи из них – это непосредственные участники боевых действий. Им регулярно оказывают материальную помощь, улучшают жилищные условия. Различные выплаты, компенсации, то, что сегодня осуществляется, все это делается. Но этого мало, этого недостаточно. На мой взгляд, самое главное – это окружить теплотой, душевным вниманием наших ветеранов, чтобы они не чувствовали себя одинокими. 22 июня Новосибирск примет Международный форум мира, на который приедут делегации городов-побратимов и городов-героев Великой Отечественной. Тогда же будет дан старт эстафете патриотизма поколений. Организаторы надеются, что акция станет всероссийской, как Георгиевская ленточка и Бессмертный полк. Анна Гурьянова, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Телемост сегодня объединил города России и ближнего зарубежья. Посредством современных технологий говорили о патриотическом воспитании и не только. На связи с Новосибирском вышли города-герои – Минск, Брест, Волгоград, Севастополь и Санкт-Петербург. В видеоконференция была инициативой молодежи. В ней приняли участие активисты общественных объединений и поисковых отрядов. Рассказали и о своих особенных традициях в Новосибирске. Большая часть связана с именем трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Сразу в восьми школах Кировского района прошел открытый патриотический урок «Знамя нашей Победы». Ученики получили возможность пообщаться с теми, кто воевал в годы Великой Отечественной. В преддверии праздника ветераны и студенты-историки рассказывают ребятам о значении и символах Победы. Узнают школьники и все подробности о знаменитом штурмовом стяге, водруженном бойцами Красной Армии над Рейхстагом в Берлине и ставшем символом Победы. В этом году его копии появятся в каждой из школ города. Одно дело слушать на уроке, а другое дело вот так, в такой большой массе, когда выступают люди, когда видят они живого ветерана перед собой, который рассказывает о том, как он воевал и как он боролся с черной кошкой. Но вы знаете, это дорогого стоит. На территории бывшего гусенобродского вещевого рынка заканчивают глобальную уборку. С участка, который относится к Дзержинскому району, мусор уже вывезли, а по другую сторону гусенобродского шоссе порядок будут наводить до конца мая. После генеральной уборки пустовать эта огромная территория не будет. Какое будущее у этого легендарного места, расскажет Александр Вяткин. Нецивилизованная коммерция у гусенобродского шоссе уже история, но следы той торговой цивилизации все еще видны. На территории бывшей барахолки сейчас активно идет уборка. Мусор сначала сгребают в большие кучи, затем грузят и вывозят. Помимо распиленных контейнеров собирать приходится и то, что после себя оставили их бывшие арендаторы. Мусор здесь копился десятилетиями. Вывести все это в короткие сроки просто нереально. В кучах мусора, который теперь убирают за торговцами, манекены, коробки, упаковочный материал, пластмассовые бутылки. На той части бывшего рынка, которая относится к Дзержинскому району, уже навели порядок. Скоро закончат уборку и на противоположной стороне гусенобродского шоссе. Никто за собой ничего не убирал, все, что накапливалось, все осталось. Сейчас техника собрала мусор в кучи. Приехали специализированные машины, которые грузят и вывозят мусор на свалки. Территория вокруг бывшей барахолки уже преобразилась. На гусенобродском шоссе теперь свободно. Заторов, которые раньше были вне торговли, больше нет. Движение по трассе оживленное, поэтому около одного из торговых центров недавно поставили светофор. Перебегать дорогу с риском для жизни больше не придется. Жители частного сектора после закрытия рынка живут спокойно. Но о прошлом все еще вспоминают. Содрогание. Бомжи, которые ходили, постоянно здесь были. И пьяных было много. Ну и страшновато было ходить вечером. Мы ждали закрытия, да. Потому что здесь столько грязи от нее. Мы были недовольны тем, что она здесь. Территория не ухоженная. Но она сейчас, конечно, еще не совсем ухоженная. Но мы надеемся, что будет лучше. Лучше будет уже скоро. Мусор вывезут. Планы по строительству депо и станции метрополитена из-за кризиса приходится откладывать. На участок земли муниципалитет резервирует. Метро – перспектива долгосрочная. А в ближайшее время здесь могут появиться спортивные площадки. Чтобы в случае наличия финансирования была такая возможность быстро построить и освоить этот земельный участок. На этой территории строить капитальные объекты с правой стороны, с октябрьской стороны нельзя. Поэтому нам надо, чтобы правообладатель этого земельного участка был наш, скажем, да, муниципальный. Но в первую очередь сейчас в планах закончить уборку этой большой территории сделают это уже к концу мая. Александр Вяткин, Олег Макаров, Новосибирские новости. Новосибирская область может перейти на четырехчасовую разницу с Москвой уже этим летом. Специальная рабочая группа депутатов законодательного собрания поддержала перевод стрелок. Решение может быть принято на ближайшей сессии в мае. Правда, для этого народным избранникам понадобилось целых полгода. Прежде областные депутаты отказывались поддержать предложение фракции КПРФ обратиться в Госдуму по поводу смены часового пояса. Но теперь свое мнение парламентарии изменили. Возможно, на их точку зрения повлияли многочисленные просьбы жителей региона. За время обсуждения инициативы в ЗАГС-собрание поступило более двух тысяч обращений. Добавлю, на четырехчасовую разницу со столицей ранее уже перешли соседняя Кемеровская область, Алтайский край и Республика Алтай. Скоро этот список пополнит Томская область. Сезон отпусков все ближе. Куда поедут горожане отдыхать этим летом? Полюбившаяся Египет и Турция закрыты для россиян, а Европа и Юго-Восточная Азия из-за падения рубля многим оказалось не по карману. Александр Попов выяснял, какое направление выгодно выбрать в этом сезоне и во сколько это обойдется. Скажите, пожалуйста, до Анапы сколько перевозчиков у нас есть и сколько примерно... Такие вопросы в турагентствах звучат все чаще. Все чаще новосибирцы прикидывают, куда поехать в отпуск. Если три года назад отдыхать в России предпочитал лишь каждый пятый, то сейчас почти половина соотечественников решают провести отпуск в пределах родины. Выбор оправдан экономически. Десятидневный тур на Черноморское побережье в июле с перелетом туда и обратно обойдется в 30 тысяч рублей. Чуть подороже путевки в полюбившиеся сибиряками Таиланд и Вьетнам. И уже существенно подросли в цене поездки в страны еврозоны. Путевка в Грецию обойдется в 45 тысяч рублей. Кстати, в отсутствие путевок в Турцию и Египет именно Грецию туроператора называют одним из перспективных направлений в этом году. Но пока поток россиян в эту страну останавливает слишком долгое оформление виз. В плане цены Греция по турам авиаперелет плюс проживание вполне сопоставимы сейчас с Крымом, может чуть дороже. Проживание, там, скажем так, денег туда надо больше брать, потому что это еврозона. Специалисты не советуют надеяться и на горящие путевки. Туры в Крым, к примеру, растут в цене почти ежедневно. С каждым днем, даже в день по несколько раз мы наблюдаем, что цена растет, спрос рождает предложение. Я думаю, что на Россию горящего точно не будет. На Таиланд, на Вьетнам, на Кипр, опять же, после летнего сезона может загореться. На майский Кипр был вполне по интересным ценам. В этом году накладным может стать и так называемый «дикий туризм». На перелеты по туристическим направлениям ни одна из авиакомпаний не заявила никаких скидок. На лето даже нет спецтарифов, которые авиакомпании предлагали, например, на летний направление. Можно посмотреть, конечно, на Бали, например, там, да, но, опять же, это в среднем 1040 на человека туда-обратно. В среднем поездки без турпутевок, даже несмотря на политику авиакомпаний, могут обойтись вам на треть дешевле. Но билеты придется покупать за несколько месяцев до перелета. Ну и, конечно, самый популярный у новосибирцев в силу разных причин – вид отдыха загородный, в том числе и дачный. Совмещать приятное с полезным мы привыкли еще с 90-х. Много платить за такой ваяж не надо, а красоты можно найти не хуже заморских. Александр Попов, Олег Макаров, Новосибирские новости. Необычное исследование провел студент Новосибирского госуниверситета. Будущий физик собрал 360 почечных камней и изучил их состав. При помощи рентгена и микроскопов молодой ученый выяснил, что большинство образований принадлежат к так называемой оксалатной группе. То есть в камнях много щавелевой кислоты. Часто они появляются в почках из-за нарушения обмена веществ и слишком частого употребления шпината, бобовых, шоколада, кофе и чая. Кроме того, по сравнению со среднероссийскими показателями, у новосибирцев в два раза чаще встречаются фосфатные камни. Они тоже могут появиться у тех, кто налегает на кофе, шоколад, какао и крепкий чай. Исследования студента НГУ помогают проследить, как за последние несколько лет изменилась экологическая обстановка и образ питания населения. Смех продлевает жизнь и улучшает ее качество. Это на себе проверили клиенты Центра реабилитации для инвалидов. Людям после перенесенных онкозаболеваний, травм, инсультов восстановить вспомогает КВН и юмористические игры. И это не просто такая организация досуга, а новый вид терапии. Вероника Иванова узнала, как это работает. Здесь громко смеются даже те, кому, казалось бы, не до смеха. Люди после серьезных травм позвоночника, инсультов и онкологических заболеваний восстанавливаются с помощью смехотерапии. Вместе с лечебными процедурами расслабляющий хохот помогает быстрее реабилитироваться. Когда я приехал первый раз сюда, у меня и речи не было, я плохо разговаривал. И как бы с палочкой еле ходил. Но сейчас, видите, без палочки разговаривание, речь у меня уже вернулась. На таких тренингах пациентов всегда много. Ведь смех способствует выработке эндорфина – гормона счастья. В день, советуют специалисты, нужно смеяться не меньше 17 минут. А одна минута таких положительных эмоций заменит 25 минут аэробики. И вообще при смехе увеличивается, вернее, изменяется дыхательный ритм человека. Увеличивается вдох и значительно уменьшается выдох. Что равносильно вообще прогулке в лесу или кислородному коктейлю. Психологи используют разные упражнения, чтобы рассмешить пришедших на тренинг. Посетителям предлагают слушать и рассказывать анекдоты. Есть телесно-ориентированные техники, когда люди бегают, как атомы изображают животных. Так они раскрепощаются и снимают психологические зажимы. Популярные и привычные приемы КВНа и звукоподражание. Как ржет лошадь, как рычит бегемот. То есть люди имитируют эти звуки, естественно, у них это вызывает уже какой-то смех. Очень люблю КВНовский биатлон. Вот те искрометные короткие шутки. И, в общем, я всегда считаю, что для разогрева, для того, чтобы народ, в общем, как бы начал улыбаться, вообще смеяться и раскрепощаться, очень хорошо читать вот эти вот КВНовские штучки. На тренингах есть и свои звезды, и зрители. Кому-то привычнее роль слушателя и наблюдателя. Здесь происходит реабилитация в широком смысле. Люди восстанавливают свои социальные роли. Наверное, КВНовский биатлон – что-то такое более приемлемое. Потому что они кто-то ей не рассказывают так. Но слушаю с удовольствием. Для меня это внутреннее состояние, конечно, улучшается во многом. Смеяться и смотреть на жизнь с улыбкой советуют и для профилактики. Тем более, что лекарство бесплатное и действенное. А я помолодела на несколько лет. Вероника Иванова, Дмитрий Канн. Новосибирские новости. На фасаде здания Медицинского университета сегодня появилась мемориальная доска в память о бывшем ректоре вуза академики Влаили Казначееве. Я думаю, что открытие этой мемориальной доски – лишь небольшая частичка того, что мы все вместе можем сделать для того, чтобы не просто знать, что рядом с нами жил великий человек, но и помнить об этом. Театр создания. Первый руководитель Сибирского отделения Российской Академии Медицинских Наук Влаиль Казначеев мечтал изменить весь подход к медицине, видя ее предназначение не только в лечении болезней, но и их предупреждении. Но сфера интересов российского ученого не ограничивалась только медициной. Влаиль Петрович вел исследовательскую работу в таких областях знаний, как биофизика, экология, социология и педагогика.